На 27 миллиардов тенге с начала года выпустили продукции промышленные предприятия Житогоринского района. Здесь идет активный рост социально-экономических показателей. Кроме того, в регионе реализуются проекты по строительству жилья и инженерных коммуникаций в селах района и городе Житогора. О текущей ситуации и планах по развитию района рассказали в региональной службе коммуникации. В этом году в Житогоринском районе реализуются четыре крупных инвестиционных проекта. Три из них связаны со сферой водоснабжения. Планируется провести водопровод в село Чайковское и Пригородное. Работы по строительству насосных станций там уже начались. Также водопровод планируют провести в район частной застройки у реки Шортанды в городе Житикара. Общая стоимость всех проектов – более 1 миллиарда тенге. Также в этом году планируют построить дом культуры в селе Пригородное. На это из бюджета выделено свыше 250 миллионов тенге. Реализуются четыре бюджетных инвестиционных проекта. Из них три проекта в сфере водоснабжения. Общей протяженностью 36,5 километра. Это значит строительство сети водоснабжения в селе Чайковское. Проект тоже двухгодичный. Начато было в прошлом году. Общая смертная стоимость – 434 миллиона тенге. В текущем году на завершение выделено 269,9 миллиона тенге. Также начато строительство сетей к малытажной застройке по правому берегу реки Шортанды в городе Житикара. Проект двухгодичный с сроком завершения в 2024 году. Третий проект – это в селе Пригородное стоимостью 75,5 миллиона тенге. После завершения всех вышеназванных проектов к услугам водоснабжения будут обеспечены 100% жителей города Житикара и 100% населения сельских территорий. В районе идет активная поддержка обрабатывающей промышленности литейного и дробильного производства. Многие промышленные предприятия района проводят активную модернизацию производства. К примеру, один из старейших литейных заводов области после обновления и закупки нового оборудования запустило производство железнодорожных вагонов. Кроме этого, завод занимается производством деталей для самосвалов и грузовых машин, ремонтом электродвигателей и комплектующих. Литейный цех основан в 1921 году. Мы в прошлом году начали такой большой серьезный проект по модернизации нашего литейного цеха. Было привлечено порядка 500 миллионов тенге. Мы модернизировали и поставили новое оборудование в литейном цехе, которое позволит нам выпускать продукцию в больших количествах. И на сегодняшний день проект уже полностью подготовлен, готов к работе. Мы ждем единственное для того, чтобы запустить его полностью в работу. Мы начали проект с изготовления деталей для вагонного хозяйства, для железных дорог. Оно требует определенной сертификации. Вот мы сейчас прошли уже все проверки, мы прошли все испытания ресурсные. С начала года в Житикаринском районе значительно увеличились темпы жилищного строительства. Было построено более 2000 квадратных метров жилья. В основном это индивидуальные частные дома в пригородах города Житикары и селах края. К местам активной застройки проводят инженерные коммуникации, воду, свет и газ. К примеру, в этом году подобные работы начнутся в девятом микрорайоне районного центра. На этот бюджет выделено 109 миллионов тенге. Объемы строительных работ за отчетный период выполнены в сумме 656 миллиона тенге с ростом на 70,4%. Введено в эксплуатацию за счет индивидуального строительства 2330 квадратных метров жилья. В целях дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства в текущем году будут завершены работы по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам микрорайона номер 9. Работы, начатые в прошлом году, общая смертная стоимость 109 миллионов тенге. В текущем году будет освоена 43,8 миллиона тенге. Данный проект для нашего города актуален, так как на сегодня очередность на получение земельных участков на территории города составляет более 230 человек. Также в районе продолжается реализация ряда социальных программ. Центр занятости проводит работу по поддержке начинающих предпринимателей, трудоустоеству граждан на рабочие места. Оказывается, поддержка уязвимым слоям населения. В этом году в регионе стартовала новая программа «Аула Монаты». Она помогает получателям адресной социальной помощи на селе открыть свое дело. Меньше чем за месяц свои заявки на участие в новой программе подали 7 жителей района. На данном этапе два бизнес-проекта находятся на рассмотрении СПК «Табол». Дмитрий Муштад, Диас Бесенов, телеканал Кусанай.